21 июня Изменить то, что могу Когда я пришла на свое первое собрание на Раноне, меня обуревали боль и гнев. Я винила наркомана в том, что набрала много лишнего веса, но больше всего я проклинала его за то, что была несчастна. Я была уверена, что во всем права, и мне не приходило в голову, что мое несчастье могло быть вызвано и моим собственными словами и поступками. Но я понимала, что-то в моей жизни было ужасно неправильно, и я не хотела продолжать так жить. Я испытывала желание убежать от отчаяния и безнадежности, которые наполняли мою жизнь. Что может быть хуже, чем чувствовать дискомфорт в собственном доме, быть озлобленной и неряшливой, иметь такую отвратительную тяжелую тайну, отравляющую жизнь, чувствовать вечную вину за употребление наркотиков моим сыном. Мне пришлось признать, что моя жизнь стала неуправляема. Когда мы пришли к семейному консультанту, она сразу определила меня как главного управляющего нашей семьи, который заботится обо всем и контролирует всех членов семьи. Я была возмущена, обижена и унижена. Как она могла думать, что во всем происходящем была и моя вина? Как она могла обвинять меня? Посещая собрание групп Наранона, я поняла, что именно консультант пыталась мне объяснить. Я начала работать над собой, изменять свои старые стереотипы поведения. Работа по шагам с наставником помогла мне осознать, что я, вероятно, была столь же безумна, как и наркоман. Какое пробуждение! Размышления на сегодня. В Нараноне я могу познать себя, признать мои дефекты и работать над ними каждый день. Сегодня я могу отпустить наркомана, понимая, что моя жизнь принадлежит мне, а жизнь наркомана – ему. Сегодня я могу заботиться о самой себе и еще оказывать поддержку другим, день за днем. Цитата. Едва ли вы сможете созидать что-то новое, если среди ваших чувств преобладает отчаяние, обида и беспомощность. Лех Валенца Лех Валенца Лех Валенца Лех Валенца Лех Валенца Лех Валенца Продолжение следует...